В Доме культуры Орджоникидзе сегодня разбирают завалы. Напомню, вчера там случился сильный пожар, ему присвоена четвертая наивысшая степень опасности. В тушении было задействовано 130 человек и 40 единиц техники. Пожар начался в 3 часа дня, а окончательно ликвидировали возгорание только к 9 часам вечера. Сегодня наши корреспонденты стали единственной съемочной группой, которой удалось проникнуть внутрь полуразрушенного здания. Сейчас мы находимся во дворце Орджоникидзе на втором этаже. По-видимому, это был зал для занятий танцами или балетом. Но заниматься здесь уже больше невозможно, так как с потолка капает вода, а полы просто вздулись. На данный момент наша задача, как дворца культуры, ликвидировать последствия пожара. Сработают все наши друзья. Это весь московский район, это завод. Мы, дворец культуры, заводской, афицированного завода, поэтому мы не одиноки. Мы очень переживаем, ведь клуб это наш центр культурного общения. Мы здесь и занимались, и ходили сюда. Вот внучки обе у меня, вот эта младшая, а старшая сейчас в школе. Я училась на третьем этаже в солнечном городе. Мы учились, пели, рисовали, танцевали. Теперь клуб не будет работать, и я стану счастливым, его не починят. Дворец Ржникидзе, очень хороший дворец, он подходит и для малого, и для старого, и для всех, для всех. По средам концерты, по вторникам кружок умелой ручки. В общем, много тут занятий. Здесь было очень много, вообще интересного, вполне были. Ну, около, связано, вся жизнь, все детство и юность связано с этим. Будем восстанавливать, там уже нужна будет помощь общественности, естественно. Кроме финансовой помощи, другой пока не приходится ждать. Все кружки будут продолжать работать, администрация района, естественно, их не отдаст в обиду и всех пристроит. Продолжение следует...